Спустя полвека в Якутии прошли дни литературы и искусств Кыргызской республики. Последняя такая встреча проходила летом 1966 года. И вот в этом году кыргызская делегация прибыла в Якутию по приглашению правительства республики. Встречу братских народов приурочили к 120-летию со дня рождения Максима Амосова. Его вклад в развитие государственности Якутии неоценим. Вместе с тем он внес свою лепту и в становление государственности Кыргызской республики. И как было сказано, спустя полвека братские народы вновь встретились. За эту неделю в столице республики презентовали книги с произведениями кыргызских писателей и поэтов, переведенными на русский и на якутский язык. Кинематографисты двух республик заключили соглашение о сотрудничестве и даже озвучили первый проект, который реализуют совместно. Прошли и другие мероприятия. За ними наблюдала Марьяна Кутукова. Дни литературы и искусства Кыргызстана в Якутии возродились спустя полвека и станут в будущем доброй традицией. Об этом неоднократно сказано на многочисленных встречах с членами делегации Кыргызской республики. Свой визит в Якутию почетные гости вместе с руководством республики начали с данью уважения Максиму Кировичу Амосову, который является одним из основателей государственности Якутии и Кыргызстана. Он приложил немало усилий для выдвижения молодых местных кыргызских кадров на руководящие партийные, хозяйственные и другие должности. Годы сталинских репрессий выступил в защиту национальной кыргызской интеллигенции. И народ Кыргызстана это помнит и чтит. Он работал совсем недолго, меньше года, но тем не менее остался в истории нашей страны как один из тех, кто возглавил новое кыргызское государство. И поэтому в современном Кыргызстане уважение и почет, который имеет эта личность, а через него и огромные теплые чувства к народу Якутии, они продолжают сохраняться и передаются из поколения в поколение. Также в рамках Дней литературы и искусства Кыргызской республики в Якутии кинематографисты двух республик подписали соглашение о сотрудничестве. Трехстороннее соглашение подразумевает план совместных работ, в том числе экранизацию произведения Чингиза Айтматова «Желанный голубой берег мой». Стоит добавить, что в составе делегации прибыл сын Чингиза Айтматова, Оскар Айтматов. Он принял участие в презентации сборника «Белый дождь», куда вошли переведенные на якутский язык произведения Чингиза Айтматова. Я хотел бы передать глубокую признательность всем жителям Якутии за то, что они помнят, знают, читают, любят Чингиза Айтматова. Помимо всего, в Национальном художественном музее открылась выставка под названием «Изобразительное искусство Кыргызстана». Основные мотивы выставки – образы современников, природа Кыргызстана, этномотивы, сюжеты и жизни простого народа. Увидеть работы кыргызских художников можно до 2 июля. Следующим пунктом работы кыргызской делегации стало торжественное открытие памятника Максиму Кировичу Амосову на его родине в Намском районе. Раньше здесь, в селе Намцы, вместо нового памятника стоял бюст Максиму Кировичу Амосову. Отметим, что кроме кыргызской делегации в торжественном открытии участвует правительство, республики, общественность, а также внук Максима Кировича Амосова – Максим Владимирович Амосов. Моя мама, Лена Максимовна Амосова, она очень много сделала для того, чтобы увековечить память своего отца Максима Кировича Амосова. И, конечно, она очень хотела приехать, посмотреть на открытие памятника, но состояние здоровья не позволило, и она передает всем якутянам огромный привет. Для нее это огромная радость, это событие. Для меня тоже. Вот я здесь уже не первый раз, но вот бываю очень редко. Побывать на родине одного из отцов-основателей, познакомиться с его родными и земляками, принимать участие в открытии его памятника – большая честь, признались члены кыргызской делегации. Они отметили, что работа по увековечиванию памяти Максима Амосова в Кыргызстане будет продолжаться. Также по итогам визита они выразили большую благодарность Александру Николаевичу Жиркову, который дал новый импульс развитию отношений между народами Якутии и Кыргызстана. Культурные выступления, выставки, встречи с мастерами искусств на якутской земле станут первыми шагами, за которыми последуют активные связи во всех сферах. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Владимир Таюрский, Максим Ростовцев, Андрей Секритов, Якутск-Намский район, Якутия день за днем.